Я надеюсь, что у меня всем видно и слышно. Я не уверен, что я вижу чат. Попробуйте мне, может быть, ответить голосом. Мы тебя видим и слышим. Ага. Да, все хорошо. Так, сейчас. Окей, если меня видно и слышно, тогда... Ну, я рад вас приветствовать. К нам, наверное, еще кто-то присоединится, кто-то будет слушать и смотреть потом записи. Значит, мы с вами начинаем вторую часть нашего курса про храм. И начнем мы более-менее с того места, где мы закончили. Значит, если кто-то из вас не видел записи 13 лекций первого семестра, то моя самая настоятельная рекомендация их все же посмотреть, потому что там было много существенного сказано, и я буду на это непрерывно ссылаться. Повторять этого не буду. Вот. И многое из того, о чем будем сейчас заниматься, будет понятно, как бы, именно в контексте того, что было рассказано в первом семестре. Теперь. За 13 занятий первого семестра мы с вами успели добраться, собственно, до окончания строительства Савомоном храма, до обсуждения, как и что там было устроено, и до подробного разговора об освящении храма. И, собственно говоря, на этом первый семестре завершился, и мы попробуем сейчас начать вот с этой самой точки. Значит, ну давайте сразу брать бокозы рамками. Значит, вы видите картинки, которые я показываю? А, да, видите, спасибо. Ага. Значит, эта картинка, это последняя картинка из предыдущего семестра. Я хочу с нее начать по трем причинам. Во-первых, она очень важна. Во-вторых, там на последней лекции были какие-то бисерты в записи, вот как я видел, и там было и не видно, и не слышно, что я про нее рассказывал, это существенно. А третья, она является некоторым, сейчас мы поймем почему, естественным входом в продолжение всего этого разговора. Значит, на этой картинке изображены два документа. Значит, мы, значит, давайте сначала скажем про правый документ. Сейчас я возьму указку. Я уже все забыл, как тут делается. Да. Значит, вот правый документ. Значит, слева, куда оказывает, может, желтая стрелочка, это просто фотография, а справа прорисовка того, что там изображено. Значит, это объект, найденный в районе Сеонской горы в Иерусалиме не так давно. Это наспись на серебряной пластинина. Ну, чтобы было понятен масштаб, где на этого предмета несколько сантиметров. И это на шейные украшения. Значит, чем важен этот объект? На этой серебряной пластинина записан самый исторически первый, находящийся в наших руках, фрагмент Торы. Если помните, в некотором месте в Торе, где рассказывают о том, как и что должны делать священники, Куаним, сообщается специальный текст благословения священников, который, собственно говоря, по сей день Куаним благословляет народ Синогония. Если помните, Богословит тебя, Бога будет охранять и так далее. Это очень известный, очень важный объект. Значит, этот предмет представлял собой, очевидно, на шейные украшения как раз кого-то из тогдашних храмовых священников. И вот там буковка, буковку в точности записан тот текст, который нам сегодня известен из обычных печатных изданий Торы. Значит, повторяю, это первый фрагмент писания, который у нас есть не в качестве чего-то передававшегося по традиции, а в качестве, собственно, прямой археологической находки. Значит, обратите внимание и здесь, на этом документе, и на левом документе, видно, что шрифт необычный. У нас с вами на следующем занятии, когда мы будем говорить про самаритян, будет подробнейший разговор про то, что происходило со шрифтом, какой шрифт был когда. Значит, сейчас, пока забегая вперед, скажу, что до очень позднего времени, до времени возвращения из Гавилона, евреи пользовались именно вот этим шрифтом, который здесь обозначен. Мы сейчас даже пытаемся какие-то слова этим шрифтом прочесть. И изначально еврейский шрифт, которым, очевидно, были написаны, скажем, из Крежа Газарета, это именно этот шрифт, и не тот, к которому мы привыкли, тот, к которому мы привыкли его до Эзера, и про это будет подробно речь, не в следующем зависеть. Значит, это то, что касается правого документа. Левый документ, вот этот вот, значит, он называется Астракон, черепок из Арата. Арата – это такой город на границе Иудея и Энегива, к юготу Иерусалима. Там был существенный город, был существенная крепость в эпоху первого храма. Там вели боевые действия, значит, была армия, был гарнизон. Соответственно, была переписка между командованием в Иерусалиме и руководством гарнизона. Значит, этот черепок – это фрагмент этой переписки. То, что здесь написано, это чисто хозяйственный текст о том, чего, сколько поставлено в Иерусалим и из Иерусалима. Но интерес здесь для нас представляет самая последняя строка. Вот я сейчас показываю вам с левочкой, вот она. Вот, чтобы не заслонять, вот. Последняя строка. Значит, эта последняя строка, ну, вряд ли кто-нибудь из вас умеет читать этим шлифтом, но, по крайней мере, одну конфигурацию букв я хочу вам показать. Мы сейчас увидим и на следующем документе тоже. Посмотрите, последние четыре буквы. Посмотрите, раз, давайте я с другой стороны буду показывать. Раз, справа налево, да? Раз, два, три и четыре. Значит, хорошо видно, что вторая буква и четвертая буква, смотрите, вот вторая, а вот четвертая буква. Вторая, а четвертая буква идентична. Значит, это четыре еврейские буквы. Юд, Гей, Вав, Гей. Это, понятно, четырёх буквы на имя Всевышнего. Значит, первые три буквы, вот эти вот, раз, два и три. Это слово Бэйт, дом. Значит, вся последняя строчка читается как Бэйт Аншан, да? Дом Бога. Это первое письменное археологическое укоменение о существовании в Руссалиме храма, который называется Домом Бога, вот этого именуемого четырёх буквами. Это первое не традиционное, а археологическое свидетельство, наличие храма, называемого Бэйт Аншан, Дом Бога. Это вот такое вот важное строчка. Значит, это, как мы сказали с вами, повторение последних минут последнего занятия первого семестра. И мы сейчас переходим с вами к уже новому материалу. Значит, мы тут посмотрим до того, как начнем обсуждать некоторый существенный содержательный блок, посмотрим на ещё один документ того же времени, очень важный. Значит, это вот что. Если помните, мы обсуждали, что царь Соломон, он, ну, благодаря своим, множеству своих иностранных жён, попустительствовал создание капищ каким-то идовым даже в районе территории Иерусалима, в частности, отдельно упоминается о некой, некое центральное божество соседнего народа маавитян, народа родственников. Он называется Кемош Мерзость Маавская. Кемош – это, собственно, имя Бога. Территория Маава, она занимала часть современной Ордани. Так вот, на территории Ордани, в конце XIX века, археологи обнаружили вот этот изображённый такой странной формы стеллы, на которой фантастически хорошо сохранился текст. Стелла – это она написана маавитянским царём, упоминаемым в еврейском тексте тоже. Звали этого царя Мэши, и она так и называется – стелла Мэши. Значит, этот документ, он представляет собой описание, как бы с другой стороны того, что происходило в библейском тексте, как при Соломоне маавитяне были завоёваны и платили дань, и, видимо, не сваткой он был под Соломоновой рукой. А когда Соломон умер, царство его распалось, Мэши, и они восстали. И захватили еврейские гарнизоны на территории Маавы. И, собственно говоря, этой славной победе и посвящена эта стелла. У нее забавная история, мы сказали, нашли в XIX веке. Нашел, собственно говоря, это одна из самых интересных и центральных фигур в археологии Святой Земли. Такой был французский археолог Клермон Ганно. Значит, он ее нашел. Ну, понятно, на раскопку его работали местные рабочие арабы. И когда стало понятно, что все европейцы... А археология тогда была всем вновь, по крайней мере, арабы на Ближнем Востоке, они не представляли себе, что эти древние штуки могут иметь ценность. Но когда они увидели, как европейцы, насколько это упрыгают, и явно собираются это увозить, они решили, что имеет смысл эту самую стрелу разломать. Для чего разломать? Для того, чтобы, понятно, по частям ее можно будет дороже продать. И действительно разломали на кусочки. Если вы увидите картинку, вы обнаружите, что там все это склеено. Но, к счастью, Клермон Ганно, будучи человеком аккуратным предусмотрительным, он с помощью папье Маше снял слепок с этого текста еще до того, чтобы его поломали арабы. То есть этот текст полностью сохранился. Значит, повторяю, содержание текста, это рассказ Моавицанского царя о том, как это было плохо под еврейским униотом, а как они потом бастали. Я вам внизу, посмотрите, здесь привел одну из фраз, одну из строк этого документа. Значит, вот видите, это поднялся временная прорисовка. Это строка номер 18, что указано. Значит, там сообщается, что Моавицане завоевали израильский гарнизон и забрали шасуды бога Израиля. Так вот, обратите внимание, это второе слово, вот это вот слово, то есть показывает стрелочкой, это то же самое, четырехбуквенное имя Всевышнего. Написано ровно так же, как в предыдущем документе, видите, вот эти характерные буквы З, раз и два. Моавицане, они были очень близки к евреям, и этническим, и ритническим, и языковым отношениям, поэтому шрифт, естественно, совпадал, и малитянский язык, это почти в точности еврея. Значит, соответственно, вот эти два документа, это первое археологическое, независимое от еврейского текста, свидетельство того, что как бы в округе Всевышнего бога Израиля, вот он назывался тем самым четырехбуквенным именем, которое у нас прописано в Писании. Значит, все это было присказано. Теперь начинается сказка. Значит, мы не сможем дальше никуда продвинуться. И если, ну, естественным образом, в связи с храмом, оно и логично, если мы не обсудим вот какую, казалось бы, тривиальную деталь, но, как мы сейчас увидим, это существенно и для современного человека, и так уж тривиально. Речь идет о многократно, там, многосоткратно встречающемся в Писании, категории, которая называется «Идеопоконство». Значит, с чем, собственно говоря, воевали индейские цари? Потому что весь дальнейший сюжет индейского текста будет про, так или иначе, с того или другого букв, про борьбу с «Идеопоконством» и про противопоставление этому «Идеопоконству» и «Идеопоконству» и «Идеопоконству» и «Идеопоконству». Так вот, собственно говоря, что это было за «Идеопоконство». Если помните, в первой части нашего курса одну небольшую группу богов, мы с вами немножко обсудили, это были боги филистинлян. Если помните, Баальзгув, повелитель мух, Вильдзгув, Дагон, еще кто-то. Но, на самом деле, филистинляне, мы говорили, это был кришный народ, они в культурном и в религиозном отношении были чужаками здесь, они стояли в стороне, как бы, мейнстрима Брежневосточной цивилизации. А евреи здесь уже во времена царства имели дело именно с мейнстримом, а не с чем-то другим. И вот про богов этого мейнстрима Брежнего Востока нам сейчас стоит поговорить, потому что, как бы, они являются, в некотором смысле, одним из центральных персонажей гибридского повествования. Значит, тут важно понимать, что с ними происходило, но для начала два слова про собственное идолопоклонство, как категорию или креститут. Тут ситуация очень проста. Мне про это вам сказать абсолютно не вечно. Вот почему. Это как, если бы начать что-нибудь про цвета объяснять слепому или про звуки глухому. В этом смысле мы с вами такие сегодня, слепые и глухие. Я сейчас попытаюсь это объяснить. Современному человеку, ну имеется в виду человеку из цивилизованной части мира, современному человеку не понять, что такое реально было идолопоклонство вот в те древние времена. Значит, на эту тему написаны тысячи миллионов стран. На эту тему в еврейской традиции есть много философских работ. Эту тему очень подробно обсуждает рамбом, неймонит. Но это все некоторая формальная конструкция. И мы даже не будем сейчас в них давать, что это вопрос для философского курса лекции, а не исторического. Нам важно понять вот что. Сегодня человек может так или иначе декларировать свое отношение к той или иной любой религии. Но никакому современному человеку не придет в голову в рамках религии, например, заложить в фундамент дома собственного нагородного ребенка. И дело не в том, что они были такие веки и варвары. Дело в том, что у них было некоторое другое представление о мире. Они видели и понимали что-то, от чего мы закрыты, от чего мы экранированы. Для них вот этот вопрос субъектно выраженный волей Бога, он был очень, если угодно, буквален. Я позволю себе рассказать вам вот какой фрагмент из Талмуда, где это обсуждается. Там обсуждалась ровно эта категория, этот вопрос. И приводится такая, понятно, что притча. Но притча очень характерная и многообъясняющая. Она вот как бы ровно нам к нашему материалу и нужна. Ну, прежде всего, значит, идолопоклонство в классическом библейском, древневосточном смысле этого слова, как категория, оно исчезло, как корова языком слезнула с наступлением эллинистических времен. А про это у нас, когда мы будем говорить про эллинизм, будет еще очень-очень подробный разговор. Все эти греческие и эллинистские боги, это уже не было любого поклонства в том притч-восточном смысле. Дело дошло до того даже, что еврейские ученые, мудрецы и галаха не препятствовали евреям даже, как вы знаете, создавать в синагогах мозаики с изображением Гелиоса, притона греческих бобов, всего, что хотите, потому что идолопоклонство это уже не было. Это было фактом культуры. Точно так же, как если у меня висит дома картин Рафаэля, на которой изображена Мадонна, это не означает, что у меня висит христианская икона. И не так было еврейское время. И вот теперь причае из Талмуда вот как. Что вот как раз, когда наступили эллинистические времена, это было, мы про это будем подробно говорить, как раз совпало, почти совпало с временем, когда евреи вернулись из Ирмонского преса, мудрецы Израиля обратились к Всевышнему с просьбой такой, что вот, дорогой Всевышний, сейчас люди измельчали, народ уже не тот. Если раньше хоть как-то были силы справляться с этого поклонствами, то сейчас этих сил уже точно нет. Поэтому мы очень просим тебя, дорогой Всевышний, ты избавь, пожалуйста, народ от тяги к глубокому. Хорошо, сказал Всевышний, не вопрос. И избавил. Но бесплатных затраков не бывает. У этого оказалась цена, цена высокая. С того момента, когда в народе Израиля пропала тяга Икады и упоконства, с этого же момента в народе Израиля исчезло пророчество. Сегодня нет пророков, и обозрим в будущем не будет пророков. И нет вот их уже 2000 лет. И пророки исчезли именно тогда, когда исчезла вот эта тяга к поклонению Икады. Почему так? И так, очевидно, какой-то орган в человеческой душе, который чувствителен к поклонению идолам, этот же орган, он позволяет пророчеству. Нету этого и нету другого. В продолжении этой притчи, чтобы было понятно, как это взаимосвязано, я скажу часть продолжения, мудрецы посмотрели, посмотрели, что вот, да, естественно, идолупоконства нет. Ну, пророчество, ладно, без него проживем, но главное, что нет этого поклонства. И совсем уже обнагляд обратили к Всевышнему со второй притрой. И сказали, дорогой Всевышний, вот у тебя так здорово получается, давай, пожалуйста, помимо идолупоконства, избавь нас от склонности к Будду и при любви деяния. Хорошо, сказал Всевышний, не вопрос. Но, опять же, надо было заплатить цель. И наутро в Саванне Талмуде выяснилось, что ни одна курица не снесла ей яйцо. То есть, понятно, уничтожение склонности к Будду исчезла способность теплового ордена Женя и исчезла любвида. Значит, на это мудрецы уже были не готовы и сказали, нет, давай Всевышний возвращайся обратно, так не пойдет, пускай лучше будет при любви деянии. И вот так она осталась по сегодняшний день. Склонности к Будду поклонству нету, пророчества тоже нету. Первая просьба была выполнена. А Либидо и склонность к Будду как при любви деянии у людей остались. Так вот, к чему все эти сказочки? К тому, что, повторяю, мы реально не можем себе представить. Ну, вспомните, представьте как угодно текст Тора, текст пророков. Посмотрите, как бесконечно много раз, как от самого главного ужасного зла текст Тора передает евреев, а главное не служить другим богам. и это не в коем случае не надо понимать как современную литературу, как метафору, как фигуру речи, типа, там, поклоняться богатству или поклоняться коммунизму. Это метафора. Поклонялись этим богам не в этом смысле. Поклонялись абсолютно буквально, в смысле, а что реально у человека было в башке и что он чувствовал и понимал про это, на самом деле мы действительно сегодня не умеем сказать. Так вот, со всеми этими приамбовыми оговорками давайте поймем, а что же тут были закупки. Повторяю, мы содержательную сторону войти не можем, а можем чисто по-катологическому. Во-первых, тут на Ближнем Востоке было перемешано до себя разных народов. Эти народы, естественно, находились и в культурном, и в торговом, и в каком угодно другом контакте. Естественно, их боги свободно перетекали один из другого. И потом, когда мы сейчас это увидим на примерах, когда произойдет ревнижация в Ближнем Востоке, эти старые боги, они прекрасно начнут соответствовать классическим греческим богатам. Более того, поскольку греческая культура в нижней степени появилась из Феникии, то, соответственно, эти феникийские боги, они и стали греческими. Вот мы это сейчас увидим. Так вот, очень трудно сказать, вот этот бог был в точности феникийский. А этот был ассирийский, а этот был вавилонский, а этот был муавицкий, а этот был амманицкий, а этот был угорицкий. Это все перетекало в одно из другого. И начнем мы сейчас как бы с наиболее распространенных и важных феникийских богов, которые, повторяю, на самом деле они были везде. Внимание, вопрос. Я всегда буду на каждом уровне задавать какие-то вопросы и просить вас за 30 секунд на них ответить просто в чате. Проеба, значит, за 30 секунд напишите мне в чате, кто каких феникийских богов может вспомнить. Ну, по крайней мере, одного самого главного, которого точно все знают. Подсказка – это тот, который изображен у меня на картинке. Так, никто ничего в чате не пишет, никто ничего вспомнить не может. Хорошо. Значит, пан, ну, здрасте. Пан, греческий бог. Так, хорошо. Значит, главный бог всего этого пантеона, он имел два наименования. И иногда это воспринималось, как было, как бы, апостаси одного бога, а иногда калиборазного божества, которые зависят от народа. Это бог, которого называли с одной стороны Малох, а с другой стороны Бааль, или в русской транскрипции Ваал. И, значит, вот прошу любить и жаловать его изображение перед нами на картинке. Значит, ну, давайте сначала разберемся со словами. А слово, ну, те, кто знает иврит, тут все понятно. Слово Малох, это общесемитский корень. От него же слово Малох, то есть царь. Бааль, опять же, тоже общесемитский корень, означает господин хозяин. Значит, повторяю, Бааль и Малох, они более-менее плавно перетекали один к другому. И это было главное божество во времена Целомона, ближайшего и главного, и наиболее сильного шаседа иудейского царства, а именно фенекийцев. Мы на прошлых занятиях про фенекийцев достаточно с вами говорили, мы говорили про совместные Соломоново проекты торгово-экономические с фенекийцами. Так вот, Фенекийцев было очень развитым, очень богатым государством, мы говорили, его богатство строилось на колоссальный совершенно международный Москва-Царгопля. Фенекийцы проходили через Гибралтар. Фенекийцы почти наверняка даже огибали Африку, мы прощали это Белария. И фенекийцы, мы говорили, с помощью союза с Соломоном, они получили доступ к Индийскому океану через Ивадский порт. Главный фенекийский город был Тир, это километров сорока к северу от Ливано-Израинской границы. Были другие побочные города, был Сидон, был Бибул, был Гваль, но главным уголом был Тир. И вот с этим Тиром нам придется много сталкиваться, если помните о самом проекте, они были как раз с Тирским царем Тиром. Так вот, можете себе представить, что на въезде, на сплыти в гавань Тира, это была более-менее главная гавань тогдашнего Средиземноморского мира, на сплыти в гавань Тира стояло изображение вот этого Бааля, он же Малох, вот примерно такое, как на рисунке. Значит, это прорисовка из, ну, грубо говоря, как бы, это очень подробно написано в текстах, там, я думаю, мы примерно знаем, как Баал выглядел, но цельного изображения не осталось, а остались описания, значит, они сделали такую прорисовку. Значит, представьте себе, что вот эта штука, она медная, и сейчас мы увидим это существенно, что она медная, а не каменная, штука эта медная, и высотой она примерно в четырехэтажный дом. И вот представьте себе, что на сплыти в гавань первое, что видят моряки, приплывающие на кораблях, они видят вот эту вот огромную, огромную медную пустоту. Значит, Малоху служили специфическим образом, и вам это известно из художественной литературы. Главный способ служения Малоху сводился вот в чем. Посмотрите, я сейчас покажу целочкой на картинке. Здесь видите, вот у него тут в нижней части изображения такая дырка, как будто отверстие печи. Так вот, это, собственно говоря, и есть отверстие печи. Значит, там и наверху были дырочки типа вытяжка, и внутри вот этой огромной медной штучи в несколько этажей разводился огонь, и вот в этот самый огонь бросали жертвы. А кто такие были жертвы? Жертвы были не выраженные. Значит, и не зря в всей западной культуре есть выражение отдать ребенка Малоху и так далее. Значит, речь идет об абсолютно буквальной вещи. Младенцев сжигали вот в этой гандиозной медной печи. Надо сказать, что культ Баали и Малоха, он на самом деле сжигали изменившись продвинулся во времени очень долго. Он продвинулся вот до минус второго века. Мы сейчас говорим про минус десятый, минус девятый века. И он был уничтожен только во время публических войн Рима. Сейчас мы про это скажем чуть подробнее, а пока скажем про еще одно существенное финикийское божество. это был сын Малоха, персонаж, которого звали, мы наверняка это имя тоже из художественной литературы слышали, Мелькарт. Мелькарт. Значит, давайте опять же переводить это с Девнесемитского. Значит, какие мы тут можем разглядеть корни. Корень Мелых нам уже известный царь. И карт, карта, как можно знать, натурель карта стража города, это слово нам сегодня известно из арамейского, карта это город. Мелькарт царь города. Финикийцы в какой-то момент им стало честно в Финикеи, они стали осваивать свободные Срединноморские берега и в юго-западном Срединноморе на территории Северной Африки и части территории Испании создали свои колонии. Колония как правило назывались однозначно, а именно Новый Город. Опять же по Финикийски, сегодня к Финикийскому прибыли село Арамейске, карта Хадата, слово карта мы только что знаем из-за имени Меркарт, Хадата, те кто знают иврит Хадаш, в приходе с иврит на арамейский шин превращается в Тав, вместо Хадаш получается Хадата, там еще али в конце прибавляется, Карта Хадата, Новый Город, по-нашему Новгород, или по-немецки если угодно Нойштад, по-английски Ньюбер и Ньюбер по-итагенски понятно не Аполь. Так вот, свои города называли Карта Хадата, это прошло через греческую и посредственно латинскую транскрипцию, и получилось всем нам известное название Карфагена, Карфагена это просто Карта Хадата по-арамейски, то есть по-финикийски. Так вот, почему я стал про это рассказывать, ну, все знают историю про то, что Карфаген должен быть разрушен, помимо всех политических, экономических, военных и прочих соображений, когда Рим хотелось Карфаген победить, для всей римской чумилизации была абсолютно неприемлемая ситуация вот этого чудовищного культу человеческих отношений, которое в Карфагене как и в Тиле процветало, причем в Тиле после закрывания Александра Македонского он в какой-то момент сошел на нет, а в Карфагене он в подоритых времен просто процветал после цвета, там были такие же медные молоки, в них бросали младенцев и все и все и все Так вот, даже имена карфагенских правителей, вам хорошо, это самое известное непонятно, Ганнибал, да, вспомните, главный персонаж, с которым воевали римляне, давайте сообразим, что означает это имя, его правильное произношение по-арамейски или по-финекийски будет Хен-Бааль, Бааль это понятно, тот самый Морох, а слово Хен, мы прекрасно знаем из сегодняшнего иврита, это милость, милосердие, буквально милость Бааля, от этого же слово Хен происходит еврейское имя Ханна, европейская Анна. Это то, что касается Молоха, это было центральное верховное божество. Мелькарт, его сын, он очень быстро впоследствии с эллинизацией Межмедового Востока превратился в Геракла. Значит, и финикийское эллинифическое Северное море не разрушило, не различало храмы Мелькарта и Геракла. Это был ровно один и тот же персонаж. И то, что в греческой мифологии, вы знаете, Гибралтар, называются Геркулесовые столбы, вы знаете, всю эту историю, я не буду их повторять, в финикийской мифологии название Гибралтара Геркулесовой столбы. И на одном из прошлых занятий курса мы обсуждали, что вот эти Мелькартовые столбы, они служили архитектурной основой для двух колонн на входе Соломона в храм, и именно эти Мелькартовые столбы, обитые ленточкой современного северного доллара и так далее. Значит, еще раз, первое, существенное финикийское брандзелло, это Баальмалох, второе, по значимости Мелькарта. Кстати, сказать, вот если вы свидетельцы новостями, вот когда Игилтон в Пальмире разрушил всякие памятники, один из самых главных памятников, очень существенной пострадавшей, был как раз грандиозный пальмирский храм Мелькарта. Значит, он очень сильно пострадал. Я не знаю, самый большой храм Мелькарта, он, понятно, был в самом Тире, и он в хорошей сохранности находится. Я не знаю, есть еще храм Мелькарта, он на территории Сирии в Баальбеке. Вот, в каком он состоянии сейчас под всех военных действий я не знаю. Значит, это то, что касается Баальмалоха Мелькарта. Значит, следующий интересующий нас персонаж это общее ближневосточное божество, которое вам известно под самыми разными похожими названиями. Это, если угодно, у Живонска Бакетики Штар, она же Аштарта, она, ровно это же имя, значит, это еврейская Эстер, мы помним, да, свитка Эстер, главные герои Мордыха и Эстер, это не случайно так-то один существенный комментарий на текст, это главные тогдашние боги того региона, это Мордук и Астарта, Мордыха и Эстер. Так вот, Астарта. Она потом, после реализации Ближнего Востока, Лигом превратилась в Афрадиту, и опять же, так же, как Мелькарция склеилась с Афрадитом, потом эллинистическое время храмы Астарты и Эстар и Афрадиты стали неразвлечены. Значит, то, что на картинке перед нами, это слева, где теография камня, это на территории современного Туниса, то есть, тот самый Карфаген, это памятный камень вот этой самой богини Астарта. Справа это просто прорисловка того, что на нем изображено. Значит, давайте смотреть, что здесь есть. Значит, есть, понятно, Луна раз, Солнце два, и довольно сложно устроенный символ. Мы его видим с вами как усеченную гору. Значит, его можно толковать по-разному, но так или иначе, во всем тогда же мире, все это было принято как знак богини Астарта. И обратите внимание, на графическом случайном вы наверняка видели сто раз древнеегипетские так называемые анг, такой странной формы крест с петелькой наверху. Значит, вот это изображение символа Астарта и египетского анха, они были очень-очень близки. Значит, повторяю, это из современных раскопок вот тогдашнего Карфагена. Следующая картинка, посмотрите, она современной Сардинии. Значит, фенетиты на эту самую Сардинию тоже прекраснейшим образом доплывали. В Сардинии сохранились фенетийские храмы Астарта и это из раскопок на Сардинии тот же самый символ Астарта. И обратите внимание, видите, внизу бык, да, это ясная голова быка. И вернусь назад к отображению Малоха будет вниз. Как видите, у Малоха тоже голова быка. Значит, мы с вами уже обсуждали в прошлом семестре, что бык для Древнего Востока это абсолютно неслучайный символ. И не жря, когда, помните, евреи в пустыне требуют Аарона, чтобы он изгоял какого-то литера вместо Монесея, Аарон бросает в огонь золото, из огня выходит золотой телец. не ежик, не павиан, не козел, а именно телец. Это очень-очень важный символ, так или иначе практически все ближневосточные божества, они так или иначе имеют отношение к этим телецам, которые увидим дальше, когда израильское царство распалось на территории Семенного царства, где Иерусалима, Иерусалимского храма не было. Там немедленно были построены идолы именно на форме золотых цветов. А уже в двух местах. Значит, телеца штука не случайная. Я хочу напомнить, вы про это говорили. Для нас сегодня в современном мире быкли, коровы, в первую очередь, наша ассоциация с этим мясом и молоком, да? тогда это, конечно, тоже употреблялись пища. Но это было сказочно, по-царски дорого, по простой причине. У быка было неизмеримо, у коров было неизмеримо более важное предназначение. Это было основная рабочая тябовая сила. Мы когда-то дали геральтику, мы говорили, как в библейской геральтике представляется бык и лев. Лев – это разрушающая сила, а бык – это созидающая сила. Еще раз, у них не было электромоторов, у них не было дизеля, у них не было ничего. Если человеку нужно было увеличить свою мышечную силу, то за помощью могли прийти только вот такие мощные животные. Самым мощным из таких приучаемых животных был бык. Поэтому бык был синем для всего Ближнего Востока, синем мощью материальной цифровизации. Это очень хорошо понимать, бык – это не просто так. Это отдельно графическое исследование. Очень интересно, кстати, сказать, какая классальная разница между народами, которые раньше и позже одомашнили и начали использовать крупного рогатого скота. И, повторяю, все изначальное использование крупного рогатого скота было не на молоко и не на мясо, а только как мышечный насел. Значит, вот перед вами изображение символа Аштарта на Сардинии с бычьей головой передачи. Значит, мы с вами назвали уже кого? Мы с вами назвали мавитянского бога Кемоша, от которого у нас изображения нет. Назвали Бааля Малоха, назвали Мелькарта, назвали Аштарта. этот песен можно продолжать, но как бы главный персонаж нами назван уж по крайней мере, главный из тех, которые употребляются на еврейских страницах. Значит, от этого экскурса мы сейчас увидим, как мы все время будем возвращаться к этим божествам и к их культам, и будем говорить о том, как и где происходили служения этих культам, к сожалению, на совершенно еврейской территории, на чего там прямо в Барусалине. Так вот, возвращаясь, собственно, к еврейской истории, и к тому, что происходило у нас, я напоминаю, мы закончили в прошлый раз на том, что после смерти Соломана царство его распадается. Хочу напомнить, что причина распада была сугубо политико-экономическая. Мы помним, у него был естественный династический преемник, бесспорный и всем понятный, звали его Рахаваан, и он должен был наследовать все царство. И, собственно, сам библейский рассказ рассказывает, что все колено были готовы принять царство Рахаваана как наследника отца, но обратились к Рахаваану, перед тем, как признать землю царем, со следующим существенным пожеланием. Налоги твоего отца были непосильно велики, давайте существенно уменьшить налоговое дремя, и мы будем подчиняться тебе как твоему отцу. Повторяю, это говорят все длины обскали. В длины мы говорили про это, в те времена налоги практически никогда не были материальными, денежными, они могли быть в форме какой-то хозяйственной продукции, но главное это была трудовая повинность. Ну вот трудовая повинность мы обсуждали при Сламоне, она была очень велика, эта повинность коленам оказалась непомерной, Рехван подумал, подумал, от этого дела отказался, и возник конкурент из северных колен, из колен Ивраема, человек, который звали Иерва, Иерва, В результате возникла вот какая геополитическая ситуация. Та карта, на которой мы сейчас смотрим на экране, мы с вами эту карту уже внимательно разгрязали на прошлом занятия, когда говорили о определении местоположения Иерусалима Давидом и о том, как Давиду было важно обустроить Иерусалим на границе колена Вениамина и колена Иуда. Так вот, здесь произошло вот что. Мы помним, всталя Иерусалим стоит в точности на границе Вениамина и Иуды, мы обсуждали значимость всего этого, мы говорили Иуда, он из колен сыновей Илейни, главное колено, Вениамин из колен сыновей Рахейна, и он как бы тягачает к Ифраему и Менашу, которая сыновей Иосифа, которая тоже из Рахейна. Но оказалось, что за время царствования Давида и Соломона Иуда и Ибниамин казалось бы такие разные. Мы помним, Иуда и Ибниамин не просто так, из Игуды Давид, а Ибниамина первого царя Саул. И теоретически как бы воссоединение Израиля должно было быть воссоединение Ибниамин и Игуды. Так вот, Ибниамин и Иуда, они настолько как бы честно снижались за время Хабиби и Соломона, что когда отпали северное колено, как естественное уйти северными коленами, тем более, что там Ифраимин и Наши те же самые сыновья Рахейна, так вот нет, Ибниами остается с Игудой. И граница между южным и северным государством начинает проходить по северной границе Ибниами. Покажу это на карте. Это вот, значит, смотрите, вот у нас северная колена Игуды, розовая, там, где мы все это обсуждали раньше, там, где должно было быть колено Даны, но Даны не смогут развоевать, тут по факту были филистимляне. Значит, еще раз, вот Игуда, вот филистимляне, вот маленький Бениамин, вот в точности на границе между Бениамином и Игудой Иерусалим, а вот севернее Бениамина, вот по этой вот линии, смотрите, вот она, линия, по красному, севернее Бениамина, граница между Бениамином и Ифраемом, это граница между Южным и Северным Царством. Значит, для тех, кто ориентируется в израильской географии, ну, представьте себе грубо так, представьте себе, ну, пойдем с Востока на Запад, эта граница проходила, скажем, километров на 10-12 севернее Иерихона, поднималась на гору, проходила через вершину Баан-Хацор, которая не далеко от современного поселения Римамин, и спускалась к побережью и несколько северных северных деревьев. Ну, в случае для того, что на побережье сидели перед Северными еще раз повторяю, важно, значит, вот эта линия, северная граница Баан-Хацор, это граница между Южным и Северным Церством. Теперь давайте считать колен. У всех на языке расхожо 10 колен, которые были на Севере, тут их не совсем 10. Давайте обратимся сначала, кто остался в Южном Церстве. Осталось на самом деле не два колена, как вы сейчас сказали, Игудая-Бениамин, а на самом деле четыре. Вот почему. Было еще колено Шимон, если помните, братья Шимон и Льви, они набедокурили еще при патриархе Иакове, они перерезали город Шхен мирородный. Папа Иаков на них сильно разбивался и сказал, вот Россия у вас в Израиле, это такое. И действительно, оказалось так, что, казалось бы, по независимым причинам и колено Шимона, и колено Льви не получили, в конце концов, своей земли. А колено Шимона оказалось рассеяно внутри колено Игуда. А колено Льви, как мы знаем, оказалось рассеяно вообще между всех колен, поскольку это были священники, и их священники в те города, были на территории, но дело всех коленов. Так вот, реально, в Южном Царстве было целиком колено Игуда, было целиком колено Бенинина, было неким образом рассеяно колено Шимона. И мы сейчас не можем даже сказать вот какое простое вещи. Вот нормальный человек в времени Рахава, обычный человек, знал ли он уже тогда, точно ли он относится к колено Игуда, или к колено Шимона, потому что, понятно, были двекрестные браки, было все, что угодно, и зеленого коленя было в времени восстановить. Ну и, понятно, было значительное количество Львитов. Тем самым, в Южном Царстве было колено Игуда и колено Бенинина, рассеянное колено Шимона и часть Львитов. И сегодня, когда мы будем говорить с вами потом, что северное колено угонали в Увергон, а потом из него вернулись только южное колено, и все современные живущие в Игле, они так или иначе потомки тех, кто был из Южного Царства, то есть, скорее всего, одного из этих четырех колен. Вот таким вот образом пролегла граница. Понятно, что Раховаму все это не нравилось, но 10 колен были не так, Соломонова налоговое бремя представлялось неферизмерным, они, наверное, не были готовы, и они создали свое государство. Раховам, надо сказать, как и последующие иудейские цари, поняв, что уже отрезанный Ламотти и не востоятельница, тем не менее, как бы проявил широту души и предложил, и несмотря на то, что вот изгибли такое государственное отделение, ну вот есть же Иерусалим, и в Иерусалиме есть дом Бога, значит, давайте вы будете этим пользоваться, приходите сюда и принять жертвы, как там сейчас было записано в Соломоновых законах и так далее. Иерусалим от этого отказался. Иерусалим сказал, что библейский текст передает такой характерный забавный диалог. Он спросил, а вот когда будет праздник Иерусалима, кто первый пойдет в дом Бога, я Иерусалим или ты Раховам, кто будет главным на этом празднике? Ну, Раховам сказал, конечно, я. тогда сказал Иерусалим, спасибо не надо. И таким образом Иерусалим, и Северное царство, и это имело для них определяющее значение в этой гублейской истории, они отказались от Иерусалима, и они отказались от, так или иначе, соучастия в том, что происходило в Иерусалимском храме. Как мы дальше увидим, дальнейшие иудейские цари иногда, даже с некоторым успехом, пытались их к этому делу притащить за уши, как, например, царь Хиския, мы увидим, он притащил Северное колено направлено в Иерусалиме, но это было однократное событие, и такое значимость, что оно специально отмечено у пророков. В Норне Северное колено доступа к Иерусалиму к храму не имея, и ставило происходить два разных процесса. Обратите внимание, это вот очень-очень важный пункт. Два разных процесса. Значит, с одной стороны, они как были, так формально и продолжали оставаться монтеистами. И все, что мы говорили в начале нашего урока предового поклонства, к ним вроде бы как не относилось. Они, конечно, поклонялись этому богу, вот тому самому богу Фрама, богу Исаака, богу Якова, который для Египта все дела. Да, конечно, они им поклонялись. Да, к сожалению, у них не было Иерусалима и храма, но что поделать, не беда. Мы сейчас сделаем себе замену. И Иерва создает два альтернативных Иерусалиму, жертвенника. Повторяю, мы помним с первого семестра, что именно это было запричено Соломону. Но Иерва это делает. Он создает два альтернативника Иерусалиму и жертвенника. И при каждом из них ставят, ну, конечно, а как же без этого, желатого быка. Вот какого, ровно такого же, как было когда-то в пустыне. При каждом и жертвенниках был золотой бык. Где были эти жертвенники? Один был прямо непосредственно рядом с границей с Гениамином. Место, которое мы с вами уже обсуждали, место называется Бейт-Эль. Это примерно там, куда сейчас указывается на желтой стрелочке. Место, которое называется Бейт-Эль, напоминаю, это то место, где когда-то еще патриарх Яков видел свой чудесный сон с лестницей уходящей в небо. И, соответственно, мы говорили, что Бейт-Эль был одним из кандидатов на то, чтобы именно там был один в крамп, а не был один в Бейт-Эль. Это сильное и важное место. Мы говорили, что Бейт-Эль Яков сказал, это не что иное, как Донбок. Значит, вот в этом самом Бейт-Эля Ирвам ставят жертвенник с золотого быка. Золотой бык, к сожалению, не сохранился, а вот остатки жертвенника Авраам Ирвама, простите, ну, каменные такие штуки, они, да, сохранились, если приехать современный Бейт-Эль, то там действительно можно увидеть остатки жертвенника Ирвама. Второй, точно такой же жертвенник из золотого быка, Ирвам ставят, наоборот, на самой щеверной границе своих владений, вот здесь. Видите, где у меня отмечено колено Дана. Мы помним, что колено Дана туда переместилось. И вот на территории колено Дана, на границе с Египцами, и совсем дальнейшим Ближним Востоком, Ирвам ставят второго золотого быка и второй жертвенник. И еще раз повторяю, обратите внимание, это очень-очень важный факт, который нам с вами сегодня дико непонятен. Ну, еще раз представьте себе, что сегодня кто-нибудь в синагоге бы поставил золотого быка, да, весь немысленно. Значит, тогда для Ирвам было нормально, и 10 колено это принято. Эти места стали реальным местом культа, обратите внимание, не какого-то там Баали, Морокха, или Бескарта. Эти места стали местом культа еврейского бога с тиротбуквенным именем. Это был именно бог Раама Исаака Иакова, которому поклонялись 10 секунд в колен, но из-за государства ведутся Гурифалиму, они сделали альтернативные жертвенники, и вот поставили, извините, пожалуйста, золотого быка. Так вот, это только одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса заключается в том, что они все жили не в лакуне, не в политическом, не в культурном, не в торговом. От Шламона осталась большая экономика. Эта экономика была по уши завязана на физики, и мы обсуждали почему. Десяти каден с этим в некотором образом соотносились. У них была интенсивная торговля с Федикой, у них была интенсивная торговля в сторону между речью, и, естественно, в этой культурной и религиозной среде происходило взаимодействие. Кончилось дело тем, что в Щемерном царстве, потом, как мы узнаем, были отологки этого в Южном царстве, но они были неизмеримо более слабы, поэтому Южное царство уцелело. А в Северном царстве абсолютно равноправно и абсолютно параллельно существовали рядом друг с другом. Кунты единого еврейского бога, но, правда, с двадцатыми быками, с одной стороны, и кунты вот всего того Брежневосточного пентона, который мы обсуждали в начале урока. Значит, буквально в одном и том же месте мог стоять еврейский храм Мелькарту и еврейский жертвенник единого бога. Это было нормой Северного царства. Именно против этого вставали пророки, и на следующем занятии будем говорить, что основная борьба пророка Ильи, она была ровно именно с этим. Значит, еще раз повторяю, в Южном царстве, понятно, мы сказали, было четыре колена, был Русалим, был храм, все такое. В Северном царстве всего этого не было, было два жертвенника в Парителе и Даме с золотыми тенцами, а параллельно и рядом строились и разбивались храмы к ежительским богам, причем, ну, это было как бы частью культуры, без этого было никак, потому что соседи этой деревни живут в Никиице, и они поклоняются Мелькарту, вот поэтому как бы мы на всякий случайный карту тоже что-то такое дадим. И библейский технофий в местах четко сферфицирует, что да, у евреев, и более того, даже у евреев в Южном царстве, в самом Русалиме, чуть позднее, при царе Минаше, происходили жертвоприношения младенцев богу Молоху. Библейский текст напрямую пишет про то, как отцы или кидали детей в огонь, или, мы, это еще будем подробно говорить, проводились через огонь. Значит, я на этой точке фиксирую конец нашего разговора. Значит, как обычно, я надеялся, что мы успеем гораздо больше, чем по факту можно оказалось успеть за час. Значит, мы в следующий раз, в следующее воскресенье с Божьей помощью начнем ровно вот с этой современной позиции, мы начнем разбираться с тем, как же в точности происходило жизнь северного царства с этими совместными с финикийцами богами, и что параллельно происходило при этом вырастании. Вот, тем самым, если есть вопросы, их сейчас самое время задавать, вот, если вопросов нет, тогда я с вами расхваливаюсь и спасибо за внимание. Ну так все с вопросами. Спасибо.